Хоррор Тейл, глава пятая Ну же, не унывай! Ты отлично справляешься! Теперь нам надо убираться отсюда! Возгляните на это, Ваше Величество! Ализа! Так, так, так... Нет! Только не его! Он не специально! Кажется, кто-то в очень большой беде... Ализа, послушай меня! Слушай, я понимаю, у тебя очень большое сердце, ты хорошая! Там, в руинах, ты спасла меня дважды! Видишь, я никогда не забывала об этом! И когда та сумасшедшая коза желала твоей смерти, ты наоборот предпочла обнять её! Ты очень хорошая девочка! Но пора перестать быть хорошей и начать быть умной! Ты можешь услышать, как кто-то плачет. Не слушай это! Послушай меня! Давай же! Ты не хочешь угодить этим монстрам! Они положат тебя на гриль! Ты идиотка, что ли? Ты собираешься бросить всё ради какой-то кучки маньяков, которые пытались съесть тебя? Флауи прав. Ты и вправду идиотка. Встретиться с королевой! Время убегать! Беги, 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 беги! Ты тянешь к себе немного голубого снега. Не могу поверить в это! После всего этого ты всё ещё думаешь, что твоя жизнь ни черта не стоит! Возможно, ты права. Ты просто идиотка! Я верил в тебя! Ты хоть знаешь, сколько мне приходилось рисковать, будучи твоим другом! Но ты всего лишь самовлю... Флауи! Я знаю, ты злишься. Кажется, у меня есть идея, которая может помочь всем. Но мне понадобится твоя помощь, чтобы всё сработало. Поможешь мне? Пожалуйста. Что я должен сделать? Ты благодаришь его и просишь передать тебе кусочек угля. Ты про этот? Он передаёт тебе его? Как же приятно слышать, что Флауи в кой-то веке сменил свой саркастический тон. Никогда не видел прежде человека настолько близкого к смерти, настолько уверенного в себе. О, я понял. Ты делаешь маскировку. Итак, могу я глянуть, что же у тебя получилось? О, нет. Нет, нет, нет. Нет! Это ужасная идея! Слушайте сюда, кретины. Правила здесь очень просты. Всё, что я говорю, должно делаться. И я говорю, что тот, кто взял последнюю конфетку, должен исчезнуть. Речь идёт о тебе, сосунок. Нет! Это не его вина! Это... Это моя! Я говорила ему про конфетку! Я просто отвернулась на секунду! Прошу! Не троньте его! Лучше меня! Меня! Накажите меня! Ну и где же твой братец? Почему он не здесь, чтобы остановить это? Но... Он... Эм... Следующий монстр, который помешает мне, следующий на очереди. Твои последние слова. Ты, маленький воришка. Нет! Пожалуйста! Беги, Ван Ван! Убегай! Довольно! Что я нахуй только что сказала про следующего? Я съела её! Я съела конфету! И вкус был изумительным! Ты? Так вкусно? Да! И... Да! Так что... Оставь его в покое! Это вообще кто? Пока королева подходит к тебе, Флауи высказывает слова поддержки. Ты идиотка! Ты идиотка! Ты идиотка! Ты просто идиотка! Ты просто идиотка! Что за идиотка? Господи, ты идиотка! Хорошо, Флауи. Глупая дура! Итак, ты говоришь, что ты забрала мою последнюю конфетку. Пожалуй, Флауи прав. Всё это начинает казаться ужасной ошибкой. Да! Смешно. Никогда бы не подумала, что у такого мелкого ничтожества вроде тебя хватит смелости разозлить меня. И какое же у тебя имя, незнакомка? Твоё имя. Ты знаешь, что у тебя есть одно заготовленное. Ты даже придумала целую предысторию перед тем, как пойти сюда. Но этот взгляд... Ну, я должна выбить его из тебя. Ты не можешь больше о чём-либо думать. Как же тебя зовут? Эм... Моё имя... Моё имя, ну... Как же тебя зовут? Моё имя, да? Это... Это... Моё имя... Моё... Эм... Как оно там звучало? О, нет. Пссс, Папирус. Скажи ей, что эта девчонка моя племянница. У меня есть родня в городе, которая выглядит похоже. Андайн может купиться на эту историю. Это прекрасная идея! Эй! Ваше высочество! Эта девчонка моя племянница! Что? Нет, нет! Твоя кто? Моё имя... Моё имя... Это... Это... Эм... Погоди-ка... Ты её дядя? Бог ты мой! Санс её папочка! Не думала, что у него хватит смелости вырастить семью? Ты идиотка! Ты идиотка! Ты идиотка! Вау! Слишком хорошо, чтобы быть правдой. И типа, кто там твоя мамаша? Мм? Кто эта счастливая леди? А она красотка, да? Или уже померла от стыда? Ха-ха! Сансу это ой как не понравится. Нужно отдать ему должное. Я бы не подумала, что в нём это есть. Буквально. Я в буквальном смысле думала так. Папирус! Да! Эм... Да? Как это работает? Эм... А чё вы говорите, ваше высочество? Я говорю о том, как у твоего братца могут быть дети. Объясни мне, как это вообще возможно перед всеми. И громко, пожалуйста. Оу! Ага! Эм... Но... Это... Эм... Хм... Неважно. У нас есть кое-что намного более важное, чтобы обсудить. Её рука лежит на твоей шее. И дело в том, что ты возвращаешься вместе со мной. Ты расскажешь мне обо всех маленьких секретиках твоего непобедимого папаши. А я, в свою очередь, дам тебе все возможные удобства, которые только может представить себе монстр здесь. Это место не такое уж и плохое, когда знаешь, как угодить нужным людям. Что же тебе делать? Нет. Ты говоришь так осторожно, как можешь. Но это не так-то просто. Спасибо. Это очень мило с вашей стороны. Но, думаю, мне лучше остаться здесь. Со своей... Семьёй. Это что, нет? Ты говоришь мне нет? Стража, дайте какое, о чём спросить. Это не может быть хорошо. Разве то, что я сказала, прозвучало как вопрос? Нет, ваше величество. Ну, слышала? Это один-единственный раз, когда я позволю слову «нет» произноситься. Ты же понимаешь, как тут всё заведено, так ведь? Ты, как моя подданная, делаешь всё, что я говорю. Как-никак. Ты же не хочешь, чтобы тебя скормили одному из этих парней? С... скормили? Да, конечно. Когда речь идёт о еде, моя стража становится более преданной. Ранее я надеялась, что смогу бросить им того поедающего конфеты сосунка. Но теперь похоже, что ты вступила в игру. Эта женщина серьёзно кормит тех стражников себе подобными? Вау, Флауи, видимо, не шутил. Иди уфотка! Здесь, внизу, действительно съешь или быть съеденным? Попробуем снова недотёпа. Кто-то сегодня кого-нибудь съест. Она сказала нет. Серьёзно? Опять двадцать пять? Ты слышала её? Она сказала нет! Отстань от неё! Ой, да хорош нести чепуху! Слушайте, все мы давно знаем этот сценарий. Я делаю что-то, что вам не нравится, вы восстаёте. Я натравливаю на вас стражу. Кто-то умирает. Давайте сделаем всё как можно проще и пропустим шаги два и три, хорошо? Папирус, ты же понимаешь, что я права? Племянница или нет? Приказы это приказы. Да, наверное. Съесть её. Она сказала нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова